Добрый день, друзья! Сегодня я хочу сделать отчёт по работе с картинами Игоря Ткаченко. Такой круг вы уже, наверное, видели, об этом уже говорилось, как это делается, картина. На ней останавливаться я не буду. Так, сразу хочу сказать, что работа с картинами уже проводилась. Был такой Юра Яшин, он в эти картины ставил себя, ставил маму свою. Они слушали энергию, как реагирует тело наше на эту энергию. Ну и такие видео уже присутствуют в интернете, на страничке у Игоря. Я решила пойти немножко дальше, и для меня было интересно, а этими картинами можно лечиться? То есть физические заболевания можно лечить? Или это просто, чтобы энергию какую-то получить? И мои мысли как бы так работают. И я подумала, если взять человека, например, с хроническими заболеваниями, то тут непонятно, выздоравливает человек или не выздоравливает человек. То есть это такая долгоиграющая пластинка, потому что нужно анализы сдавать. Ну, как бы вот все такое. Я решила найти таких людей, у которых есть физическая боль. То есть человек болеет, ему больно. И вот тут сразу будет видно, либо ему становится лучше, либо не становится лучше. Вот как бы у меня такие мысли были. Потом еще Юра говорил, что, значит, можно сюда в круг ставить какую-нибудь картинку, и, значит, человек может выздороветь. Мне это тоже показалось интересным. И я нашла такого человека, мужчину, который дал свою фотографию. То есть он был согласен на такое интересное лечение, как говорится. Ну, опять же, этот человек, он согласие дал, но не захотел вообще, наотрез отказался как бы со мной общаться. Не по телефону, никак. То есть только через маму. Почему? Потому что, значит, у него заявленные были заболевания. Это хондроз позвоночника, геморрой, алкоголизм и давление. И самое первое, от чего они хотели бы избавиться, он хотел избавиться, это алкоголизм. Это человек такой тихушник, пьет сам на сам, и в данный момент его обкалывают в больнице, чтобы вывести из такого состояния. Мама, конечно, в шоке, плачет, и она просит меня как бы помочь. Я соглашаюсь взять на такой эксперимент. Вот, взяла фотокарточку, получается, я делаю на него запрос. Опять же, смотрите, это просто мое умение делать запрос на человека. Как это делается, я не буду рассказывать не про эту тему. Но, тем не менее, я делаю запрос на человека. Я вижу его ауру такую, прям совсем сдутую. Я смотрю его астрал весь такой красивый весь, там и лярвы, и что хочешь есть. Ну, то есть, у него целый комплекс таких вот козявок на астрале. И я делаю запрос еще на картины, какие картины поставить ему. Получается, я выкатила, ну, все не все, но как бы много картин выкатила Игоря. Делаю запрос у высшего я, какие картины поставить вот этому человеку. Выбираю три картины, то есть, высшая я выбирает три картины. И эти картины я вставляю вот сюда, в круг, и ставлю сюда, вовнутрь, значит, эту фотографию. Три картины. Получается, в одной он постоит, потом 15 минут перерыв, потом во второй картине опять 15 минут перерыв. То есть, вот таким макаром эта фотокарточка стояла здесь. После того, как фотокарточка простояла все три картины, я делаю опять запрос на него, и мы видим, что аура увеличилась. То есть, она была такая маленькая, уже увеличилась. Ну, не сильно, я бы сказала, не сильно увеличилась. Но для такого человека, как он, в таком коматозом состоянии, это как бы нормально. И здесь уже совсем что-то непонятное. Здесь немножко какое-то очищение есть. Много чего присутствует, но все равно очищение налицо. Потом, значит, я пыталась с ним связаться, спросить, как он себя чувствует, вообще, что он чувствовал во время, как бы, пока карточка стояла, фотокарточка стояла. Он наотрез отказался, не хочу никого видеть, и все в таком духе. А я, получается, не чувствую человека, я не чувствую его эмоции, я вообще не чувствую. То есть, бросила туда карточку эту, и как бы работает она, не работает. Для меня важно именно эмоции и физическое состояние человека. И раз он наотрез отказался со мной работать, я просто ему дальше отказала в своей работе. Ну, не хочешь, не хочешь, ладно. Получается, я именно с этим эксперимент, можно сказать, не довела до конца. Но, смотрите, если кто-то проведет такой эксперимент, если будут какие-то результаты, пожалуйста, отпишитесь, Игорю, чтобы и мы знали, что это работает. У меня же эксперимент на этом остановился. Далее. Я взяла трех женщин к себе на мой эксперимент. Почему трех? Потому что, если один человек вроде как выздоровеет, можно подумать, что это как бы повезло человеку, или может быть случайность. Если два человека, то может быть, правда, еще две случайности. Но когда три человека, если выздоровеет, то это, можно сказать, уже не случайность, и можно применять вот эти картины. Ну, то есть я так решила. И потом завела вот эту тетрадочку, чтобы все записывать, все эмоции, какие картины. Получается, смотрите. Во-первых, я делаю запрос у самих женщин, что они, какие болячки они, значит, выбирают. Ну, не то, что выбирают, что у них, какие болезни. Первая женщина, у нее была бессонница, у нее был геморрой, желудок, кишечник, ноги, давление. То есть у нее такой спектр заболеваний. В то же время я ее спрашиваю, что вы хотите выделить в первую очередь, какое заболевание. Она сказала, конечно же, геморрой. Человек с дикими болями. Она мучается уже полтора года. Она ходит по больницам, с одной больницы в другую больницу. То есть от одного врача к другому врачу. Ей прописывают всякие разные то свечи, там еще всякие ослабительные, и все в таком духе. И она говорит, я замучилась уже, полтора, а, пять тысяч отдаю каждый месяц, вот именно только на этот геморрой. И она говорит, я просто замучилась. Пришла она ко мне с жуткими болями. Не сидеть, не стоять, она, ну, как бы не ходить. Для нее это большой дискомфорт, и, как бы, она хочет от этого избавиться. Делаю запрос на ее ауру. И делаю запрос на ее астральный, ну, какая она на астралии. На астралии, конечно, ужас, что творится. Весь спектр всяких козявок. Вот, затем делаю запрос на высшего я, на какие, на картины, какие картины ей поставить. И вышло три картины. Это «Колыбель вселенной», «Освобождение» и «Глаз гора». Вот здесь вот я, когда женщина стоила в кругу, я описывала все то, что она ощущала. Ну, то есть, тяжесть в ногах, там, покалывание. Дальше я на это не буду обращать внимания, буду, ну, как бы, быстренько-быстренько рассказывать. Если хотите, вы сами можете прочитать. Так, после того, значит, как она простояла все три картины, я проверяю, и у нее увеличивается, вот, какая аура. Вот эти козявки немножко уменьшились, их меньше стало, но все равно их много. И потом, получается, когда вот эта вот энергия, она охапнула очень много, ей так хорошо, ей так весело. Вот этот человек, вот эта Людмила, она вот эту энергию очень хорошо чувствует. И она буквально, знаете, летала после того, как вот прошла вот эти три картины. И не просто летала, она прям танцевала, вот честное слово. Так ей было хорошо, и, ну, как боли, боли не было. Потом она пришла домой, как говорит, и ее просто вырубило сон. Она час проспала, она даже не слышала, как к ней тарабанилась соседка. Я говорю, а как ты ночь потом провела? Все-таки у тебя бессонница заявлена. Она говорит, спала отлично. Просыпалась, да, там соседи шумели. Но она спала как, ну, проснется и опять, значит, засыпает. И так, после того, как она, значит, ее аура сдулась, конечно же, она удержать не может такой, такой ауры. К вечеру у нее все это сдулось. И боли вернулись. И боли вернулись довольно-таки сильные. Получается, она пришла на следующий день ко мне с сильными болями. Она говорит, мне кажется, даже было больнее, чем на первый раз. Я делаю опять запрос. Опять видим ауру, видим астрал ее. Тут присутствует очень много еще всяких козявок. Ну, выпало у нее всего две картины. Это мироздание и это освобождение. Она постояла в них. Аура у нее увеличилась. И по сравнению, смотрите, астрал был какой и уже практически чистый. Опять ушла на состояние вдохновления, веселья. То есть, она опять говорит, ночью она просыпалась, но тут же засыпала. И что интересно, у нее после второго дня все боли прекратились. Больше она о болях не вспоминала. Третий день. Третий день у нее, получается, вышло дыхание чужого закона. Значит, глаз гора и путь к Богу. Здесь мы уже, на третий день мы уже конкретно смотрели боль именно по геморрое. Вот этот круг, это я, ну, как бы просматривала сам геморрой. Если близко сделать, то видно, что там какие-то зубчики такие присутствуют. То есть, это болезнь. После того, как она постояла в этих картинах, опять аура такая увеличилась. И, в принципе, вот если здесь уже еще какие-то там козявочки были, здесь уже более-менее чисто, но в геморрое все равно присутствуют какие-то зубчики. Получается, боли у нее прекратились, она их больше не чувствует. Но дискомфорт, конечно, на вот эти шишки, все, конечно, это все ощущается. Так, следующий день. Получается, смотрю, ее зубчики присутствуют в геморрое. Тут какие-то козявочки все равно есть. После того, как мы постояли в картине мироздания, взгляд в душу, конец и начало, аура большая увеличилась. И мы уже смотрим, в принципе, у нее уже там в геморрое практически чисто. Практически чисто. Вот что-то еще тут присутствует. Опять же говорю, болей уже нет. И что интересно, вот у нее здесь что у нее еще? Желудок, кишечник. Получается, мы когда прорабатывали вот этот геморрой, мы затрагивали и желудок, и кишечник. И получается, что она вот к этому времени уже, к этому дню, у нее уже вообще никакого дискомфорта в этом, в животе, ну, как бы в районе желудка уже ничего не было. Так, последний день, вот она пришла. В принципе, она уже была чистая. Значит, но она постояла, какие картины? Творец, Ра и Конец, Начало. И получается, я уже у нее астрал, на астрале ничего не вижу совершенно. Аура большая. Она, в принципе, вот в этот день может было даже и не приходить, но эта женщина, ей так понравились вот эти энергии, она бы ходила и ходила каждый день. Просто так даже, просто постоять вот в этих картинках. Я пообещала ей, что я ей, ну, как бы сделаю, ну, не круг сделаю, а просто большие картинки, чтобы она дома сама могла, значит, принимать вот эти энергии. Вот, получается, что мы с ней раз, два, три, четыре, пять, пять дней с ней поработали. Получается, боли прекратились, обессонница ушла. Да, кишечник она теперь, и желудок она, ну, не ощущает, ну, как бы все нормально у нее это стало. Геморрой остался? Да. Шишки остались, но они ее теперь не беспокоят. И я считаю, что человек почти полтора года выращивал вот эти шишки, и чтобы за пять дней они ушли, это нереально. Но боль ушла. Конечно, через какое-то время, вот мы будем еще смотреть, наблюдать, значит, вернутся, не вернутся эти боли. И в конечном итоге, может быть, еще поработаем, может быть, и уйдут шишки. Ну, я считаю, это не такая панацена, чтобы палочкой махнул, и все, прям ушло, вся болезнь вся ушла, и шишки рассосались. Нет, такого не может быть. Но, тем не менее, результат налицо. Так, следующая женщина у нас, Валентина. Также заявленные болезни у нее геморрой, низ кишечника, мочевой пузырь, гастрит и тазобедренный сустав у нее болел сильно. Опять же, выделяю, спрашиваю, какую болезнь берем в первую очередь. Она говорит, мочевой пузырь, у нее сильные рези внизу живота. Опять же, эти люди, которые ко мне приходили, они все пришли с больницы. То есть, она из больницы в другую больницу, к одному врачу, к другому врачу. Их пинают друг к другу, выписывают какие-нибудь просто обезболивающие и гуляй вальсом. Получается, человек мучается. Она говорит, я полгода уже с этими резями, у нее рези внизу живота. Она спать не может, она плачет. И как бы врачи развели руки. И она говорит, я спасаюсь, вот только это обезболивающее пью. Смотрю ее, у нее очень рваная, прямо рваная аура. Всякий букет на астрале всяких козявок. Первое у нее было мироздание, потом глаз гора и колыбель вселенной. Все делаю по запросу. Спрашиваю обязательно, сколько стоять в каждой картине. Где 15 минут выше, я говорю. Где 12 минут. Ну, то есть, там надо запрос сделать. После первого дня, видим, аура большая. Но, значит, здесь еще много чего присутствует. Так, она не так сильно эту энергию, она чувствовала ее, но не так сильно на нее реагировала. Хотя у нее настроение повысилось, ей было хорошо, комфортно. И она как бы ушла домой. И опять же, после первого дня, она говорит, когда вот, я так понимаю, что как сдулась у нее вот эта аура, ей вернулись боли, наверное, вдвое сильнее, чем были. Она говорит, я промучилась, проплакала всю ночь и не пришла, а, я не знаю, можно сказать, приползла. Ей так было больно и так было худо, что это просто жесть. Когда я ее увидела, я прям даже сама испугалась. Я даже думала, что она больше ко мне не встанет на картины. Но нет, она согласилась. И что интересно, когда она пришла вот с этими болями, она с плачем, со слезами. Вот смотрите, вот эта картина «Освобождение» – это палочка-выручалочка для нас, людей. Вы не представляете, вот ее, это анальгин для тела. Получается, я ей просто без запроса, без ничего кинула вот этот круг. Она в нем 15 минут постояла, и у нее все боли прошли. Вот весь низ у нее, как бы, вот эти болевые ощущения все прошли. Она с такими плачем пришла, и через 15 минут она уже улыбалась. Боль прошла. И так как она пришла на работу в этот момент, она поработала до обеда, и после обеда пришла ко мне сюда. Что мы делаем? Проверяю, значит, ее ауру. Вот, кстати, она ауру хорошо держит, у нее хорошая аура. Так, на астрале, конечно, что-то у нее тут присутствует. Здесь у нас вышло две картины после запроса. Это «Путь к Богу» и «Дыхание чужого закона». После этого у нее большая аура. И во второй день она поняла, что у нее болит не мочевой пузырь, и резь не в мочевом пузыре, а намного в стороне. Когда она мне это сказала, я говорю, давайте смотреть именно эту боль, что она означает. И вот этот кружок я уже выводила, именно боль. Там вот что-то такое присутствует. И в дальнейшем мы уже смотрели именно вот эту боль. Получается, второй день, после второго дня боль прошла. То есть, пришла она на третий день у нее, ну, как бы вот, после второго дня боль прошла полностью. Но, значит, она, кстати, она еще говорила, что она очень часто бегает в туалет. Она может через каждый час ночью 6-7 раз вставать. Для нее это вообще мучение. Поэтому она вот у нее и бессонница. И вот получается, после третьего дня у нее, вот она, я вот здесь заметила, что в ночь уходила она всего 3 раза вместо 6. То есть, это все равно результат уже налицо. И на третий день мы сканируем, значит, у нее, если вот смотрите, если здесь болячка вот такая большая какая-то, значит, здесь она уже чуть поменьше, а тут она еще меньше. И какие картины? Итог 2015. Это энергия и сердечки. Мы постояли. Ей опять хорошо. Все прекрасно. Боли ушли. И пришла она на четвертый день. Опять же, боли нет. И по запросу вышла только одна картина. Дыхание чужого закона. Значит, сама боль, видите, уже совсем точка маленькая получается. И после того, как мы прошли картину, эта точечка прям совсем маленькая. В принципе, она в туалет бегает. Уже не так часто, но она бегает. И, в принципе, с ней надо еще поработать. Но по моей вине мы остановили лечение. И опять же, я ей сказала, давайте будем смотреть. Вернуться боли, не вернуться боли. То есть, как бы мы дадим отдых организму. Ну, по крайней мере, вот это седьмое число. Сегодня уже 12-е. Я ее вижу каждый день. Спрашиваю, боли есть? Нет. Боли нет. Это уже какая прогрессия. То есть, врачи даже не могли это сделать. А тут на второй день и боли нет. На третий, на четвертый боли нет. Так, ну, с ней надо еще поработать. Я чуть-чуть попозже с ней еще поработаю. То есть, она еще то, что в туалет бегает. Надо это искать причину и как бы прорабатывать. Третья женщина. Видео длинным будет, наверное. Ну, оно того стоит. Третья женщина у нас. Ну, во-первых, все женщины у меня пенсионерки. Это с букетами всяких разных заболеваний. Здесь у нее заявлено было болезнь ком в груди, который ее очень сильно тревожит. Значит, хондроз, бессонница, как всегда, и шум в голове. Но шум в голове я не брала во внимание в плане того, что, ну, я не думаю, что я ей вылечу шум в голове. Ну, а вот этот ком в груди, бессонница, это, конечно, может с этим помочь. Она проживает от работы, в принципе, недалеко. И, как она говорит, когда я иду, я могу 3-4 раза останавливаться, чтобы перевести дух. То есть, вот этот ком в груди ей не дает дышать. И это для нее, как бы, вот такая сильная проблема. Смотрю ее на астрале. Конечно, тут страх божий. Аура такая вот у нее. И после запроса у нее вышли картины «Освобождение», «Рука Бога» и «Глаз Гора». Так, ну, я сразу не сказала. Я вот здесь, я как раз, после, то есть, человек становится в картину. И я здесь записывала все ассоциации, которые, они, ну, как бы, присутствовали у них. То есть, могло быть тепло, где-то там подергивание, оттуда-сюда. И, если хотите, можете прочитывать, останавливать видео и прочитывать, что они ощущали, стоя в этих картинах. Итак, после того, как мы постояли в картине, смотрим астрал. То есть, был вот такой, стал вот такой. Но я с ней столько, я с ней промучилась, конечно. Там такая очистка была сильнейшая. Но мы видим прямо, это вообще разница какая. Опять же, аура увеличена. И что получается? Пока вот эта аура у нее присутствует, она ушла, можно сказать, летела на крыльях. Дома ей было хорошо до вечера. И, как всегда, ночь она спала с дикими болями в ногах. Ну, то есть, все хондрозное у нее всколыхнулось. Что сразу хочу сказать. После первого дня, получается, мы болезни, можно сказать, всколыхнули. Получился такой рецидив в болезнях. Это отметила каждая женщина. Так, и она еле-еле, но пришла ко мне на второй день. И вот у нас получается картина освобождения, спираль Логоса и колыбель Вселенной. Смотрю ее астрал, значит, уже намного лучше. Как бы вот эти вот немножко козявки есть. Вот аура такая, сдулась, конечно. После того, как мы постояли в трех картинах, у нее, да, что-то присутствует, но уже насколько лучше. И вот такая большая аура. И получается, она еще задых у нее есть. Но единственное, вот прямо она, ну, как бы сказала, что при ходьбе у нее чувствуется легкость. Она и говорит, я, говорит, такое ощущение, что потеряла часть своего веса. После того, как мы вот с ней проработали. Как проработали, это я чуть-чуть попозже буду говорить. Следующий день. Это получается первый, второй, третий день. Третий день, она, картина у нее энергия, другие миры и сердечки. Значит, аура такая вот у нее. Еще присутствует, конечно, здесь вот что-то на астрале. И после того, как мы с ней поработали, в принципе, астрал чист. Посмотрите, третий день и астрал чист. Спрашиваю, как вот этот задых, она говорит, задых прошел. Я, говорит, теперь вот, она и говорит, я сегодня пришла на работу одним махом. То есть, я не останавливалась, не отдыхивалась, ну, не отдышивалась, или как сказать, дух переводила. То есть, она спокойно пришла на одном дыхании. Это вообще прогресс. Третий день, представляете? Ну, эта женщина, она никогда не ходила в больницу. То есть, что там у нее было, никто не знает. Из-за чего я остановила на всех этих, лечения всем этим трем женщинам, это по моей вине. Как бы они бы еще ходили бы, мы бы еще работали. Но по моей вине мы остановили, как бы, лечение. Но, опять же, это может быть какой-то плюс, потому что я дам им отдохнуть. И потом надо сейчас посмотреть, вернется болевые ощущения. Там вот этот задых вернется или что. То есть, мы проглядываем. Но, тем не менее, после 7-го числа, я сегодня уже 12-е, и пока ничего не вернулось, это очень хорошо. И женщина, вот это, она говорит, такое ощущение, что я летаю. То есть, она ощущала такую тяжесть, а теперь этой тяжести нет. Она буквально летает. Хотя, если поработать с ней, она может быть еще легче было бы. Но, в принципе, астрал мы ей почистили хорошо. Все. Пока на этом все. Итак, я включила продолжение. Значит, в первом видео я рассказала все под своей тетради. И сделаю, как бы, небольшое заключение. Значит, первый день. Первый день, получается, мы всколыхнули болезнь, считай, у каждой женщины. На второй день у каждой женщины прошла боль. И в последующие дни боль не возвращается. И это для меня очень хороший показатель. Очень хороший. И то, что мы чистим ауру, это тоже хороший показатель. И потом, получается, мы прорабатываем одну болезнь, а лечатся все остальные. То есть, если мы лечили геморрой, то у нас и желудок, ну, как бы вылечился. Конечно же, это надо проверять, это надо в больницу сходить, анализы сделать. Но мы, как бы, видим на лицо, боли нет, дискомфорта нет, значит, какие-то улучшения есть. Ладно. По тетради я, как бы, все рассказала. Но я прям слышу, что очень много сейчас будет вопросов. Катерина, а как же ты это делала? Почему такой результат получился? Так вот, у меня образовалась такая методика, можно так сказать, выработалась. Конечно, я даже не ожидала, что так получится. Изначально я просто хотела поставить женщин в картины и смотреть на эти болячки, что получится. Но когда женщины встали в круг, ну, то есть, одна стала, потом другая стала, в одну картину, в другую картину. И у меня, как бы, в уме сложилась такая тенденция. Вот, получается, стала в одну картину женщина, ну, в круг. И я говорю, слушай свое тело, прислушайся, что ты чуешь. И вот она говорит, меня кинуло в жар. В другой картине, например, мне, получается, там, тяжесть в конечностях, там, в руках, в ногах. В другой картине, получается, у нее, как воздух дует, такое ощущение, что от окна дует. Еще, значит, в одной, в других картинах, как будто прохлада по ногам. И я как-то это заметила, и у меня в голове бумс, и что-то включилось. Получается, что все картины, ну, каждая картина, она относится к какой-то стихии. То есть, либо огонь, вода, земля и воздух. И когда вот женщина, например, стояла, и она говорит, у меня тяжесть в ногах, да, то есть, это вот земля. И у меня в голове, опять же, шелчок такой, думаю, а что, если мы добавим вот к этой картине, к энергии картине, еще и стихию земли. И говорю, женщине, я говорю, ты можешь представить, что вот спаханное поле, к примеру, она говорит, ну да, как бы мой огород спаханный, я это вижу. Ну, в уме, да, как бы там. Я говорю, ну, а ты встань ногами в эту пашню, она, да, встала. Ты чувствуешь, как земля теплая, такая ласковая, хорошая, ну да. А теперь сядь на нее. Она села, ну, человек с геморроем, как бы. Я говорю, а теперь представь, что ты вот, ну, как бы вот эту всю боль, отпусти ее в землю. Пусть матушка земля примет твою болезнь и заберет у тебя. Ну, мы какие-то там мантры, ну, не мантры, я не знаю как, ну, просто проговаривали там, матушка, земля забери эту хворь. Ну, что-то вот такое, чисто от себя. Никаких заклинаний, ничего такого не было. Чисто от себя. Могли полежать там, позвоночник немножко, чтобы, ну, как бы прогрелся в земле. Это с одной стихией. Потом, значит, у другой, в другой картине, значит, прохлада. Это вода. Я говорю, представь, что ты к воде подошла, да, представляю. Значит, ну, побулькались там в воде, помылись руки, ноги. Давай подойдем, значит, к водопаду. И вот, подходим к водопаду, я ей как бы на астрале в руки, я ей говорю просто, она это подхватывает, и у нее действительно образы пошли. Я говорю, возьми выходку, пена на ней, промойся, вот руки, ноги, все, голову вымой. Она вот прям булькается, ей весело, хорошо, и получается, стоит она в картине, а на астрале она моет себя. Именно той стихии, к которой относится эта картина. Потом, значит, если воздух, вот особенно та женщина, которая грузная, когда воздух вот этот она почуяла, я говорю, ну, вот представь, что ты вот такая вот прозрачная, легкая, вот, ну, что ты видишь? Она говорит, я, говорит, себя представляю, как труба, а внутри, говорит, песок. У нее самой ассоциация вот эта включилась. Я говорю, хорошо, давай этот песок, ну, как бы, вытряхнем, давай встань куда-нибудь на какую-то решетку, внизу там пропасть или еще что-нибудь такое, всыпай все, открывай вот этот низ, пускай всыпается этот песок. И у нее пошли вот эти тоже, она никогда не видела ни астрала, ничего, но вот, когда она стояла в картине, плюс у меня картинка в голове, я начинаю ей это транслировать, и у нее это все получается. Она тоже это видит. И получается, она этот песок весь всыпает в себя, и вот ей становится легче. Также огонь. Когда возле огня, значит, ну, прогрейте свои косточки, то-се, потрогайте огонь руками, она вначале боится, женщина, потом она говорит, ой, нет, огонь-то холодный. Я говорю, попробуй встать в этот костер. Она вначале боялась, но потом она все-таки встала, я говорю, ну, вот ты стоишь, и огонь, вот, как бы, ну, тот же геморрой, да, вот, то есть он пускай прожит. Пускай прожгется у тебя, пусть огонь заберет, прожгет вот это вот и все. И получается, мы вот в первый день всю, как сказать, не внутреннюю, а наружную, себя наружную чистили. Вот все женщины прочистили себя снаружи. На второй день, когда пришли, у меня, опять же, щелкнуло в голове, не знаю, каким макаром, кто мне это подсказывал, не понимаю, может быть, высшее я, может, еще что, но мы почему-то перешли снаружи вовнутрь. Опять же, женщины астрал не видят, не умеют ничего делать, но я как транслятор, а они, как бы, за мной следуют. Та женщина, что грузная, тяжелая, с трубой, как говорится, она сама первый раз увидела, что она как труба. Я говорю, давай попробуем почистить там, что у нее, комок в груди. Я говорю, вот ты даже как труба, спустись на уровне груди, вот, и посмотри, что в трубе в этой находится. И она там находит какие-то камни, какие-то там, я не знаю, что, кипичи. Забирай все это, вытаскивай, выкидывай. То есть она вот это все скидывает, помогает, значит, как бы, я транслирую, и она это все убирает. Потом идем к воде, если получается картина такая водяная, мы идем к воде, булькаемся там, промываем. Она как труба, через ее вода идет, то есть мы, получается, чистимся. И что интересно, где заявлена боль, то есть у нее в груди вот это все, я в первую очередь ее веду в грудь. Посмотри, что там, вот, ну, и она вот это все видит. У той женщины, что геморрой, мы давай посмотрим, спустимся вот там, где геморрой, пощупай астральными ручками, что ты там нащупываешь. И они там то камушки, то какие-то там липучки, то шероховатости. То есть они вот это все скидывали и в воду. Если на земле, то, значит, в землю вот это, как закапывало. После того, как мы выходили из картины, конечно, благодарили. Благодарим там водичку, что почистил. Благодарим картину, что она, значит, дала такое очищение. Благодарим Игоря Ткаченко за то, что нарисовал картину. Благодарим Катерину за то, что она как проводник. То есть всех своих высших сил, все благодарим. И, ну, как бы и выходим в этот момент с картины. И вот второй день нам как бы показал, что так можно пользоваться. И получается, что даже по тому, как я вот проверяю, да, то есть намного-намного лучше получается. Астрал чистится очень хорошо таким методом. Еще я вот тоже, опять же, в голове у меня там щелкнуло, как бы. То есть мы берем любую вот картину, да, то есть Высшая Я выбрала, что, например, вот Глаз Гора у кого-то там выпадает. И я обязательно прочитываю, что эта картина делает. Если вот она, вот, например, здесь помогает вспомнить прошлые события там или проанализировать их, то есть это ее главная забота этой картины. Как бы так. И когда женщина становится, например, сюда, я стараюсь ее ввести именно вот по вот тем заявлениям, которые заявляет вот эта картина. Это очень, между прочим, вот смотрите, вот это вот, например, хочу показать. В картине можно задавать вопросы, и будут приходить мыслеформы-ответы. Вот этот творец. Это вообще великолепная картина. То есть у меня сразу тоже опять же щелкнуло в голове. И вот эта женщина, что с геморроем, я говорю, давай посмотрим, откуда у тебя этот геморрой. Задай этот вопрос вот этой картине. Она, значит, стоит, ей как раз выпала эта картина, и она задает вопрос, откуда у меня этот геморрой. Ну, интересно же знать, откуда он появился. И у нее тут же побежали мысли, у нее какие-то образы пошли. И она сразу вспомнила какие-то ситуации в жизни. То есть она ходила к сестре, там что-то они мебель двигали. Потом она какой-то пень там выкорчевывала. На самом деле как бы это. И этот пень таскала. Я говорю, у нее что, сыновей нет? У нее же есть сыновья. Она, да, но они как-то не помогают. А вот я вот это приходила, эту картошку ей помогала стаскивать. Я говорю, ты понимаешь, что ты чужой геморрой взвалила на себя? Она, да, я вот теперь это вот прям чутко осознала и понимаю. Я говорю, у нее есть своя семья, пускай бы они сами делали, зачем ты туда лезешь и вот тянешь на себя вот этот действительно геморрой. Получается, мы вспомнили, мы проанализировали, она поняла, осознала. То есть она развязала кармический узел. В этот момент, вот она, считай, на третий день, по-моему, значит, мы это все осознали, и она развязала этот кармический узел. И сразу ей, вот понимаете, и болевые ощущения, и все это сразу уходит. Другая картина, например, то есть читать надо. Сердечки. Ну, здесь я как бы про любовь, все. Ну, вот женщина, она выпала, она говорит, ну, какая у меня любовь? Я уже как бы старушка такая. Я говорю, да, хорошо, но здесь еще как бы сердечко, это как кровеносная система. Давай почистим твою кровеносную систему. Ну, давай. И получается, а как ее прочистить? То есть в уме-то ты, ну, словами скажешь, а в уме-то как ее сделать? И у меня какие-то ассоциации пошли. Типа вот кровеносная система, это как нити такие, вот прям тоненькие, их много-много. Получается, я ей говорю, ну, ты возьми вот как, вот как, например, ленточки, материал на тоненькие-тоненькие ленточки, вот такие вот разрезанные, да, и вот вытащи вот этот материал. Пусть он на ветру, а у нее ветер был, как бы картина с ветром. И давай, говорю, повешаем, ну, я даже не знаю, ну, на что-то мы там повешали, на дерево или на что-то, и вот эти ленточки проветривались у нас. Я говорю, помогаю еще вот так руками стряхивать все, чтобы изнутри там все сцепалось, а что там ненужное. Вот, потом, значит, когда мы перешли, а, потом мы, по-моему, пошли в воду там, ну, короче, мы вот эти ленточки все перетрясли, все прочистили, и потом она, как бы, я говорю, давай теперь назад вставляй, она вставляет, и вроде как все прекрасно. Вот, опять же, вот здесь, значит, следующая картина, ну, к примеру, я говорю, так, мы эту картину, по-моему, никому она не выпадала. Так, пусть к Богу. Вот, значит, выходит, позволяет выйти на связь со своим родом и вспомнить прошлое воплощение. Ну, мы про воплощение, как бы, не спрашивали, но со своим родом, ну, конечно же, мы призывали, род наш, помоги, вот, избавиться от наших болезней. То есть, вот эта картина сама навеивает на мысль, что делать, то есть, кому обратиться. Вот здесь, например, к роду мы обратились, да, мало того, что картина еще по стихиям, мы обращались к стихии, плюс еще вот к этому роду обращались. Вот, и получается у нас такая плодотворная работа. Но в основном мы на Астрале, вот именно в воде булькались очень много, вот промывали все. Мы даже, знаете, вот уже, когда пятый день у одной женщины был, там уже практически у нее, мы на Астрале ничего не видели. Мы просто пошли, вот, как бы, встали под струю воды на водопаде. Я говорю, давай попробуем от самого желудка, вот от рта не пропускай эту воду. Представь, что открылась крышка, как у бидона. Вот представь себя бидоном, и, как бы, эту крышку открываешь, и пошла вода. Вот давай, смотри, горло, прощупывай ее астральными ручками. Есть что-нибудь? Она, ой, какой-то камушек нашла. Выкинули его. Дальше идем, спускаемся в область желудка. Посмотри, там какие-то полочки, на полочках что-то лежит. Она что-то опять нашла, мы опять это скинули. Идем дальше, по кишечнику. И вот он, получается, как там, я говорю, представь, как трубы у тебя, вот, с завитушками. Попробуй ты вот астральными ручками вот это вот все проверить снаружи, внутри вот этого кишечника. Ну, то есть, по ощущениям, где там камушки или что-то такое. Все это выгоняли. Дошли до самого низа, до мочевого пузыря. Это у женщины, что с мочевым пузырем, мы прям, ну, как представить мочевой пузырь, как бы. Ну, представьте, это как шарик надувной. Вот она его представила, я говорю, возьми его в руки, почисти прям в воде, вот так по это. Она побулькала, вроде какие-то щепочки отлетали. Потом я говорю, а давай вовнутрь посмотрим, выверни его. Вот шарик же можно вывернуть наизнанку. Вот выверни и посмотри, что там. Она говорит, ой, там какие-то прям слизь была ей, казалось, там еще что-то такое. Я говорю, давай в воде все это чистили. Она вот прям постирала его. Потом назад опять вывернула и как бы вот этот, и назад вставила себе, где взяла, туда и положи. То есть, вот такие ассоциации. И что интересно, я говорю, вот женщины, они астрал как таковой не видят, а вот стоя в этой картине, плюс то, что я как проводник, у них все это получалось с первого раза. Они сами удивлялись, как это, Катя, мы делаем. Я говорю, я не знаю. У меня вот в голове щелкнули, пошли вот эти картинки, я вам транслирую, а вы как бы сами себя чистите. Понимаете? Вот, если просто стоять в картине, ничего не делать, да, будет какой-то эффект, но он будет затяжной, наверное. Может быть и пролечишься, но это будет очень долго. А у нас, вы посмотрите, на третий день практически уже астрал чистый, болей нет, ничего нет. Кстати, про боли. Мы спускались именно в боль. Вот из-за чего женщина обнаружила, что у нее не в мочевом пузыре эта боль. Она говорит, она когда, я говорю, давай посмотрим, что там в мочевом пузыре. Она начала, я говорю, боль ищи. Она говорит, а в мочевом пузыре боли нет. Я говорю, а где-то-то она, она начала смотреть, она говорит, она у нее правее, где-то там немножко в стороне. Я говорю, давай смотри, что это за боль, от чего она такая. Она говорит, там такая колотая рана. Она ее увидела сама. Все, мы тогда уже начали конкретно работать с этой болью, начали, опять же, как ее, вот, я же никогда не лечила, вот этим не занималась, я даже тоже сама не представляю. Ну, как можно, вот, например, дырку вот эту заштопать? Ну, давай попробуем, например, ее, как это, замазать чем-нибудь. Ничего лучшего не придумала, я говорю, давай ее, Матушке Земли, попросим, как бы раздвинь вот так вот пределы Матушки Земли, там магма есть. Давай зачерпни ее ручками. Я говорю, ты видишь ее, она, да, я говорю, зачерпни ручками. Она зачерпнула, я говорю, замажь эту дырку свою. И с такими словами, Матушка Сыра Земля, помоги мне, вот, ну, как избавиться от этой болячки. Все, она ее замазала. Потом, значит, мы перешли в другую картину и опять спускаемся к этой боли. Я говорю, давай посмотрим, что вот в этой стихии, что ты видишь. Она спускается, она говорит, ой, а там рубец, понимаете, уже зарубцевалась, уже раны нету, как таковой, рваной раны нету, а зарубцевалась. Я говорю, давай сними вот этот рубец полностью. Она, а как? Я хрен его знает, как его, ну, тем не менее, у меня какая-то в голове подсказка. Я говорю, а этот рубец, он на скотче прилепленный. Ну, посмотри. Она такая поискала, поискала. Ой, правда здесь, говорит, скотч отрывается. Она так снимает, и у нее там гладко и чисто остается все. То есть, получается, мы вот на второй, на третий день, короче, мы всю эту рану заделали. И потом, сколько мы не спускались, смотрите, вот это место. Я говорю, давай посмотрим, где там боли, спускайся. Она говорит, а я найти не могу ее. Понимаете, боли нет. Мы вот таким макаром ее очень быстро убрали. Не знаю, может быть, кто-то этим и занимается, кто-то так как-то, может быть, уже и лечит. Но у меня это впервые. Я сама никогда не лечила. Я это вот первый раз. И вообще, эти ассоциации мне пришли вот в голову именно в тот момент, когда мы начали вот работать вот с этими картинами. Не знаю, будут у вас вопросы или не будут еще по этой теме. Ну, вроде бы рассказала я все. То есть, первое, а, еще, значит, многие могут спросить, ну, ты, Катерина, типа, астрал видишь и все такое, а вот мы не видим, что нам делать. Вы знаете, мне такая мысль пришла. В первую очередь, вы, вот, вот у меня картинки подписанные, как бы, вот, и что они делают, все написано. Сядьте и посмотрите, что они, ну, как бы, транслируют. И вот есть такие картинки, вот, например, Творец, что здесь можно задать вопросы. Начните вот с этого. Вот, например, у вас какая-то определенная болезнь, да, то есть вот что-то болит у вас. Зайдите вот в эту картину, прислушайтесь к себе, задайте вопрос и причину, почему у меня это болит. И в тишине посидите, подумайте, и, мне кажется, придет ответ именно, почему у вас эта болезнь. И уже от этого почему надо плясать дальше. Получается, если острые боли и вам надо физическое тело полечить, да, ищите, здесь и есть вот в названиях некоторых, именно болезни. Вот ищите их. Ну, сейчас здесь их много, как бы, я не буду искать, но, тем не менее, есть такие, которые лечат именно физическое тело. И встаньте в эту картину. Тем более, вы уже после вот этой вот, после запроса, вы будете понимать, откуда у вас эта болезнь. И в другую, когда вы встанете, вы просто, ну, даже ничего, если не будете видеть, сама картина вас полечит. Сделайте, конечно, запрос, не запрос, а, как бы, такое желание, что картина такая-то, например, вот, творец, почисти мою боль, или забери мою хворь, там, или, ну, что-то такое, своими словами. Не надо ничего выдумывать. Все чисто от сердца. Так, что еще? Ну, вот, даже снимает мышечное напряжение, как бы, вот, если у кого такие есть заболевания, там, с мышцами, вот, пожалуйста, картина у вас есть. Становитесь в нее, мысленно представляете, что вот расслабляетесь, вот эти, ну, эти мысли, мышцы расслабляете. И, мне кажется, 100% вам, как бы, поможет. Так, вот эта картина, здесь она, что она делает? Вот, от вредных привычек. Ну, ведь многие захотят, например, избавиться от сигареты, и, ну, там, кто, может быть, выпивает. Вот, пожалуйста, вам картина, встаньте в нее. Именно запрос на, вот, на вредные привычки. Избавь меня, картина, от вредных привычек. Раз постойте, второй раз постойте, ну, через какое-то время, там, на следующий день, через день, там, и все. Все, вы, вот, вы 100% почувствуете, что у вас, вот, ну, или начнется излечение, или, вот, даже избавитесь от каких-то вредных привычек. Надо пробовать. Надо все пробовать. Я, вот, например, даже не представляла, во что выльется у меня вот это вот, то, что вот я затеяла, эксперимент вот этот, даже не представляла, что так вот может у меня и получиться. Тем не менее, мне кажется, эксперимент получился. Как бы, вот, в течение трех дней практически боли прекратились. Ну, я считаю, да, эксперимент у меня получился. Если будут вопросы, задавайте под видео. Если что, я буду отвечать. Ну, на этом, наверное, я закругляюсь. До свидания. Итак, какое резюме? Как я и говорил много раз, самое главное в извлечении, или во всяких таких чудесах, это намерение. И, в первую очередь, намерение самого человека, кто хочет получить результат или исцеление. Поэтому, выражая намерение и получая помощь от энергии картин, вы можете достигнуть замечательных результатов. Всего вам хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.